Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по игре в Ройзе. Трэээ! А мне семечек! А мне! Доброе утро, ребятушечки! Я прогреваю свой бассейн. А пока он прогревается, я вам покажу, как нужно делать кэш. Как делать колоссальную прибыль на кормилицах, на помоечках моих любимых. Как вы думаете, что в этих сумках? Даю вам 5 секунд на размышление. Верно, ребятушечки, правильно! Это находочки с помоечки. Копили мы их примерно месяц. Здесь ровно 30 сумок с находками из помойки, которые мы собирали целый месяц вместе с Димочкой в мусорных баках. А теперь настало время делать кэш и показывать вам прибыль. Сейчас мы вызвали грузовое такси в виде Lada Largus, куда мы это всё загрузим. И поедем на рынок удельный, на барахолочку питерскую. По классике, ребятки, прожимайте лайки, так же, прожимайте лайки ещё раз. Подписывайтесь на канал, на этот limited content. А пока едет такси, мы можем бегло осмотреть то, что в этих сумках. В принципе, всё по классике. Здесь женские сумки, всякие ремни, вот плёточка. Дим, эту ж плётку хотели у нас купить. Надо её отложить. Конечно, отложить. У нас купить хотели эту плётку, чтобы кого-то шлёпать. А он вообще всё про всё забыл. Так, шапочка Умбра. Я вот эту вообще себе поставил. Короче, ребят, в этих сумках есть всё, что угодно. Очень много различной одежды. Даже есть клеточка для попугая. Так, вот здесь, короче, разные шмотки. Вот видите, тряпочки, там рюкзачок. Здесь кастрюлька, обувка. Это для собаки ошейник, трипер. Ну, триммер в смысле. Здесь рюкзачок, сумка. Здесь курточки всякие. Это плеёнка, клеёнка. Мы на неё будем всё барахло стелить. Это наш стеллаж. Так, а здесь всякие трубки. Это насос электрический машинный. Дима, ты чё, охерел? Это медный кабель. Это мои... Ты чё, охерел? Да ну, как оно туда попало, а? В смысле, как оно туда попало? Это всё деду надо. Это мои запчасти. Это мои запчасти. Кабель, вытяжка. Это всё с гаража. Это запчасти в гараж. Счётчик. Датчики мои. Это всё моё. Это гаража, надо убирать обратно. Убирай обратно. Блин, ты чё? Да вчера... Да ты хоть следи, блин. Я вчера другим занимался. Не похуй на эти сумки. Давай забирай. Ты чуть мои вещи не продал, блин. По 10 рублей на рынке. Я сейчас всё проверю, Дим. Так, дальше здесь обувка, всякие шмотки. Видите, даже есть вот такие найки. Айрфоршсы. Ой, то есть Айрмонарх. Найки оригинальные, вообще неплохие. Кстати, как вам мои перчаточки с помоечки? Доповые. Так, дальше шматьё. Как обычно, всё по классике. Фото, альбом. Помоечка дарит воспоминания. И очень сильно обувает. Здесь, кстати, очень много защитных стёкол. И они все новые. Так, здесь всякие коробки. Вот сундучок. Охлаждение для ноутбука. Вот тут. А это чего? Это комбайн. Комбайн. Ну, мы теперь, получается, комбайнеры. Вот ты меня размешнила. Короче, я без понятия, как мы это всё продадим за один день. Потому что очень много всего. Ну, дальше всё сами увидите, как у нас это дело пойдёт. Главное место сейчас на рынке занять. Потому что на часах сейчас часов уже, наверное, полдевятого. Блин, а это поздно. На рынок надо ехать пораньше. Куча всяких проводов, порядок. Даже есть электрочайники. Колонки. По классике сапоги. Мини-кальянчик. Утюжок для волос. Да тут всё, что хочешь есть. Даже оригинальные лапти от бренда Левис. Или Левайс. Не знаю, как правильно. Но они дорогие. Они стоят в магазине тысяч семь. Ну, а мы их продадим. Рублей за сто пятьдесят. Чёрт его побрал. Ну, всё, ребятки. Ждём такси. И едем на рынок. Дима. Что? А ты уверен, что оно всё влезет? Конечно, влезет. Сто процентов. Здрасте. Да. Сейчас всё засунем. Сейчас засунем. Сейчас мы засунем. В случае мне покупки товара мы это обратно не повезём. Построим распродавку. Я рассчитываю на прибыль в районе десяти тысяч рублей. Моя ставка, что будет как минимум тысяч пятьнадцать. Может, даже два ставка. Пишите ваши варианты в комментариях, ребятки. Сколько мы заработаем. Новая обувь. Новая, с помойки. Новая. Покажи, что там новое. Обувь новая, дамская. Китайская. Улёбищная. Всё с помойки. Да? Да. Вот он, настоящий товарный бизнес в России. Бизнес без вложений. Всё с помоечки. Мы открываем бабки, мы будем делать тапки. Мы купим себе шпизны. Смотрим себе бабки, мы будем делать apple ставки. Раз точь в точь поместилось. Под завязочек. Под завязочек. Под завязочек. Под завязочек. Тогда вызывайте такси. Ребят, ну такого ещё не было. Ларгус под завязочку. Прям до потолка. Ну всё, едем на рыночек. Эти спальные районы, эти серые кварталы, эти белые дороги Уготовили им корму. Хоть никто не провинился, но все вместе пострадали. Эти спальные районы, не знаю слова, пощаду. Какой день, недель, первыми придели, пацаны придели, отмаливают грехи. Вот они, орлы. Место занято, это уже хорошо. Где? И мы ходили, там искали. Так куда, может, к своим подходить надо? Ну да. Ты тут свой уже, блин, а я тут редко бываю. Димочка, ребятки, бизнесмен. У него тут всё схвачено уже. У него тут все свои друзья есть. Сюда, подальше тут. Да, да. Жесть, вот эта огромная куча образовалась просто за 30 секунд. Так, где это? Заду мне где? Ваш. Кто? Пофиг, взяли. Кому? Вот это? Молодец, кто спросил. Это? Вот. А. Вон там не как. И не только. Ага. Ну вот. Сейчас бы ваши веси улетели по 100 рублей. Что, погнали, всё. Занимаем место, ребятки. Мы уже на рынке. Филипп, тоже подключайся. Да я караулю. Пусть он снимает. Что, идти сами? Да. Да. Куда неси? Вот сюда. Куда? Куда? Вот, ёлки. Ты проход сделай, блядь. А то, блядь, курса от тебя будет звали. Вот так, или? Да сейчас-то отвините, блядь. Куда вы с тобой подогонитесь, блядь? Ёбка, ебать. Даже ну ёбнуть не зайдите, блядь. Так, ладно, погнали, блядь. Так, ну всё. Несём сумочки на место. Заняли уже, в принципе, неплохое местечко. Кто-то из вас один, останьтесь тут. За вещами на... Мы на парохолочке. Посмотрите, сколько тут товара продают. Очень много всего. Заняли место, конечно, не особо большое. Но, в принципе, пойдёт. Вообще тяжело было место занять. А нас тут уже облепили. Всё, Кибинян. Всё, покупать хотят. Кибинян, всё, Кибинян. Я сейчас твои яичи, я сейчас твои яичи буду. Кибинян, я сказал, я Саше дала место. Да успокойтесь, мы торгуем, мы тут всегда. Успокойтесь, пожалуйста. Зови Влада, контент пилить. Да, вот. Я сказала, Кибинян. Я больше тебе место это давать не буду. Да всё нормально. Не трогайте вещи. А я всё на чужое место, я за это место деньги плачу. Да, всё, всё, всё. Кибинян отказывай. Это человек, я тут всегда торговал, вы помните. Что вот здесь... Да это... Я ему сказал, что я ему стояла раньше. Раньше там... Это моё место. Вот человек торг... Ну, Валя... Какое твоё место? Валя, я не пиздинки там. Валя, я не пиздинки там. Не надо мне товара. Раньше сдавали... Не надо мне товара. Всё, Кибинян. Это общественное место, Влад, пофигу. Давай расслабываем. Нет, нет. Общественное место, рыночь. Это моё место. Я не знаю. Какое моё? То, что значит моё? Ладно, подвинь, реально... Ну, что я могу... Сейчас в югубе выставлю. Пошли нахуй, Саша. Саша, ты вообще сюда не встанешь. Что, туда? Саша, я тебя... Я сюда вам. Я тебе ничего не продажу. Да успокойтесь, пожалуйста, вы уже. Я сказала, нахуй, не будешь здесь торговать, и всё. Вы адекватный вообще? Не смотри, что вы начнёте. А ещё делайте-то, блин, нормально. Нет, все девочки молчат. Что ты творишь? Да позовите администрацию. Что она? Берегите. Это надо сейчас подерживать. Позовите администрацию. Так надо звать администрацию, она неадекватная. Позовите. Она так и с клиентами тебя ведёт. Э, будь адекват. Всех расшугала, теперь... Положите... Всё хорошо. Мои клиенты. Каша, больше ты не встанешь. Будешь вот там у девок вставать. Здесь ты не встанешь. Девочки, я выбрал. Положите на место, всё. Вы адекватны? Бесполезно. Это общественное место. Иди сюда в своё место, дайте им работать уже. Идите, торгуй. Дима, есть комментарии? Мои... Она уже два раза такое устраивала. Два раза. Из-за пряничка, сарая, торгая. Вам сказали, перейдите туда. И там бы спокойно все торговали. У вас же там вон места сколько у вас. Вызовите. Чего вам мало, что ли? Вызывайте, вызывайте, да. Вы кто здесь? Ты себя кем считаете здесь? Я место ему дала. Да кто ты такая, чтобы давать здесь места? Ты что, купила, блядь, их, что ли? Старуха не доебанная. Что смотришь на меня? Идите на место на свое. Смотришь все. Я, во-первых, доебана, а во-вторых... Во-вторых, вот там свое место, иди туда. Иди туда, говорю. Все хорошо. Не кричи, не кричи. Я говорю, иди туда, говорю. Я тебе не команда. Ты мне никто вообще здесь, батя, никто. Ты что, ты землю купила? Ты кто вообще такая? Понимаешь? Не понимаю. Так, так, не понимаю. Иди к своей разводушке, блядь. Таня, ты где ты? Иди к своей разводушке, давай. Дим, стой, торгуй, я пошел за сумками. Я стояла, что ли, своего места здесь. Сейчас за сумками и пошел я. Граждане оплачиваем за вас. Да, жесть. Ну, короче, как вы поняли, братва, бабушка что-то не захотела, чтобы мы туда встали. Начала нас выгонять. Но в итоге, я думаю, у нее ничего не получится. Потому что мы уже место-то заняли, в принципе. Вот. Ну, это, конечно, жесть вообще там. Видите, что происходит на рынке? Вот даже бывает вообще, вот драки происходят за места. Чувак, там тупо драка была. Нас выгонять начали. Да? Да ничего, там стоим в тупую. Нас уже люди облепили, у нас товар покупают, а бабка там соседняя нас выгонять хочет. Вообще, капец, ну это несправедливо. Она же тут тоже не хозяйка рынка, правильно? Для каждого тут выделено какое-то место, правильно? Почему она не имеет права нас выгонять? Тем более, она уже себе заняла место. Люди оплачивают товар. Не воруют? Не воруют. А потом нужно после такой торговли. Скажите сколько? Дай мне 100 рублей. А, это левайсы, 300. Пустые сумки, дайте. Нет, 300, левайсы оригинальные. Отстаньте от меня, чехи, блядь. Похожки, это он будет. Да, меня еще, да. Это палатка. 200 хорошо. Спальник? 200. Ой, блядь. Ничего не продается, все вещи ложим на место сейчас. Мы разложимся и будете все покупать. Чайник положите на место. Чайник. На, Дим, вещи. Да подожди, не надо ничего пока. Давай сюда. Давайте сюда пока. Я буду здесь, больше ничего не найти, блядь. Сейчас это пусть разбирают. Капец. Да, вы чего сейчас? Конечно, не надо больше. Вы сами ничего найти не можете здесь. Все, больше не найти. Капец. Дим, ну мы себя так зарекомендовали уже все. Это у тебя видеокамера? Да. А я думал, сова. Правильно. Пусть люди смотрят в интернете. А власть сегодня не ворует. Как у нас удельная работа. Да, да, да. Да тут уже воруют вовсю, Дим. Беги, забирай. Там унесли уже ботинки. Вот сюда, останьте один. Унесли, как же ты там. Смотри, брюс. Где, где? Иди, блядь. А, кто что унес? Товар оплачиваем. Дайте разложиться, потом покупать. Да, давайте вы позже там придете. Ложите все на место. Остановились, пожалуйста. Вы все тут порвали нахуй. Нам надо разложиться, блин. Разошлись, пожалуйста. Положите на место вещи. Так, дайте пройти. Помогите кто-нибудь шторой закрыть. Шторой закрывай, Дим, все прячь. Закрывай, я не продавай. Так, подожди, все, ничего не продаем, все. Дайте нам, пока разложиться нам надо, блин. Сто рублей. Положите, пожалуйста. Чайник. А, подходите попозже. Пожалуйста, остановитесь. Дай сдачу, Света. Сто рублей. Ой, капец. Пожалуйста, клеенку вытащи, вот тебе ближе клеенку. Все, Дим, говори, что ничего не продаем. Ничего не продает, да все вещи ложим на место сейчас. Вы разложимся и будете все покупать. Да, попозже подходите. Пойдите за место, чайник. Просто. Это за что? А, на. И вот, это не 100 колонков. Пейте. Да. Точно? Точно, 200 колонков. Проверяй сам, у меня никаких пауэрбанков, зарядок нет. Разошлись. Сумку давайте сюда, ничего не продаем, мужчина, все. Дайте нам разложиться. Потом подходите. Потом не будет ничего. Будет, будет все. Выложили все на место и отошли. Мне все непонятно, веселые. Ну вот, все. Все. Так, все, давайте отойдем, мы сейчас положим просто сумки. Да, надо ровно все разложить. Как нам торговать-то? Это вещи в отдельную кучу, технику в отдельную нам. Сейчас мы положим и будете все выбирать. Как ты ее быстро разошнил? Она на людей орет постоянно. Идите в путь, что там. Так, капец, блин, как пройти. Наташа. Спасибо вам, что вы ее это помогли. Они из администрации, зачем вам это надо? Да пусть. А, ты че? А? Ты еще все оттаскаешь, что ли? Так я не знаю, что делать нам. Как нам уже уходить? Вон, люди облепили, все покупают. За это у вас будет проблема, понимаете? Засуньте обратно. Вот вытащили, все выронили. Так туфли засуньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец. Можно пройти? Нельзя. Нельзя? Как вообще тут подойти-то, блин? Не надо здесь. А вот это мое недорогое. Я понял. Я тебе сейчас супки дал. Да. Там стоят? Да. А что вы это, брат? Да подожди. Вы еще не носите, блядь. Сейчас это будем продать. Капец. Да сейчас тут все бесплатно заберут, Дим. Здорово, Ледька. Привет. Помоечка кормит? Да, кормит. Не то слово. Это он же хозяин. Вот стоит. Сколько? Я не знаю. Что это вообще? Это остатки палатки. 100 рублей. Вот, Диме. Дима, принимай еще. Молодой человек, вы где это все взяли? На помойке. Помойка дарит деньги? Да. Вот и я так думаю. Помойка дарит денежки, ребятки. Кэш, прибыль. 50 рублей. Возьми, жми. Да. Возьми, будешь носить. Блин, как нам нужно сложиться? Так, а что ты, блин? Я хотел сейчас это раскладывать все. Давай разложимся. Давай. А давай людей отгоним сейчас. А как? Не отгонишься. Как? А? Почем? Говорит, давай людей отгоним, чтоб разложиться. А как? Вещи на них. Убирайтесь. А чем это? Кастрюлю почем. Да сейчас они уйдут через час. Чего вы, блядь, все пустынчики? Сейчас они уйдут, блядь, нафиг. Комбайн. Продаешь, нету. Сколько стоит? Кастрюлю. Комбайн оплати. Пи***ц. Что сейчас дай? За ботинки два. Это почем? Есть. 100 рублей. Рабочий? Да, рабочий. Положить. Дим, ну, дай мне. Чего, Дим, ну, уже продал бы, блин. Охуй. Как? Остановитесь. Давай, блядь. Как это закрыть сейчас? Давай сгоремем это сюда сейчас. Нет, нет. Все. Все, ничего не продаем. Все, давайте. Ребята, отойдите, пожалуйста. Мы хотим разложить все. Можете отойти? Вот, дальше туда. Все. Так. Давай, закрываем. Ладно, ладно. Давай, смотри. Закрываем. Закрывайте, да. Все. Ребята, откуда ты делаешь? Все. Мы не разложились еще. Можно оплатиться. Людям-то они приехали. Вот это. Все. 100 рублей. Все, на паузу. Чайник у вас рабочий? Ой, я без понятия насчет чайника. Мы не проверяли его. Не знаю. С обмена возврата нет, товара. Слушай, а чайник у тебя рабочий? Ты проверял чайник? Да, рабочий. А я нет. А почему? Я не уверен. Собирайся, да, откуда. 100 рублей. Так, можно ли? Давайте. За кран. Можно взять? Да, берите. Я снимаю, чтобы не украли ничего. Я, по-моему, отслеживать буду. А чайник вот. А где от него это? Вот это вот уже проблема. Не знаю, тут чайник купили и подставку надо от него найти. Подставки-то нету, блин. Где ее теперь вот раздобыть-то? Слушайте, блин. Я не знаю, как теперь мне ее искать. Так, Дим, отдай 100 рублей человеку, потому что нам сейчас надо разложиться. Если я сейчас буду искать... Что отдавать-то? Позже подойдите, мы его отложим. Я подойду, мы его отложим. Хорошо. А где он? Вы взяли его? Да, я подставку не отложу. Да, хорошо. Подставку найдете, у меня отложу. Да. За метр, за метр. Мы ничего пока не продаем. Все. Мы обиделись. Дим, давай вещи в одну кучу как-то. Это работает. Можете отойти? А лыжный ботинок сколько стоит? Какой ботинок? Лыжный. Не 100 рублей. Я ему объясняю, что надо на 20 минут на морозе на зарядку ставить. Ну да, на, ей подольше постоять, наверное. А можем мне вот такой ботинок еще один? Да, воду я купил человек. Дим, вот это что ты притащил мокрое? Так, ботинок, где этот ботинок-то? Вот, 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 нет от него. Ой, я не знаю, где этот ботинок. Как тут что-то найти вообще? Мой кошмар. Пока нет. Смотрю. Дим, верни деньги и ее купит другой человек. Так, нет, я из принципа говорю. Давай купим. Мастереза реально сапога таким делает. Ой. Она рабочая, вы ее позаряжайте подолго. И 20 минут заряжаться надо. Давай еще 200 рублей. Какое ботинок-то был? Дим, ботинок лыжный, нигде не видишь. Видите, мы не успели разложиться, и тут теперь хрен что найдешь. Ты в карманы-то кинь, а то это сейчас... Это не серебро. Но красивая штучка. Дим, 200 дают. Да, да. Дима, Дима. Что? 200. Что? 200. 200. 200, да. Короче, капец, мы, блин. Не успели разложиться, а теперь мы не можем ничего нормально продавать. Все в куче свалили, нас облепили. А по сколько цены, какие говорите? 150 там. У меня уже... У тебя тут продажи пошли? У меня уже 300. Нормально. Сколько заработаешь? 300. Допустим... Я пока в карман уже убрал. Хорошая куртка, ее помыть за 500 рублей. Ой, капец. Надеюсь, попозже люди поуходят, мы сможем, блин. О, подставку там кто-то искал. Где мои каблуки, нахуй? Вот они. Какие каблуки? Ого. Это бутыны такие. Дай гляну. Опасные это. Это опасные, блядь, каблуки, нахуй. В пах зарядить будет прекрасно. А это в задний проход, если встать, все будет кайф. Пятую точку. Так, надо вот это тоже отложить. Вот это пусть не упадет. Чайник, нахуй, надо найти. Да, да, да. Где чайник, нахуй? А мы продали чайник. Ну, продаем. Один чайник был, да? Какая фирма? Редмонд, у вас Редмонд. Посмотрите, проверьте. Ну, я пойду куда. Вставьте, проверьте. 50 рублей. Там где-то свет у них же есть. Нет, зачем мне проверять? Не, в самом деле, подставка от него, да? Ну, должна быть. Может, тут еще чайник есть, я не знаю. Проверьте лучше. Ну, я, да, я название сейчас пойду проверю. Проверьте, да. Смотри, как народ уже покупает. О, зарядки московские. Зарядочки для вейпов полетели. Зарядочки по 50 рублей. Товар с Москвы. Московский товар. Да. Вот такой. Вот. Может, тут где-то, я не знаю. Вот это шторы топовые тоже. А клетки стоят? Сто рублей. Целая пока что. Пока что. Сто рублей. Сумку никто не купил в итоге? А, тут же порвано. Понятно. Надо было за полтинник продать. Ее же зашить можно. А вы не знаете чайник? Не знаю. Чайник. Да тут все, блин, перемешалось уже. Искать надо подставку. Клетку. Еще за ноги. Дима, тебя зовут. Иди сюда. Что? Это точно не работает. Он старый. Ну, как бы, тут экран вроде целый, но он старый. Может, и работает. Я раньше сам в три утра приезжал. А ты пришел только что. Она, вот место. Да не устраивайте срать здесь. Будьте адекватны. И ты по вещам бегаешь по моим. Короче, строили срать. Она начала хамить. Это ты устроил. Потом начала пакеты валять. Они рассыпались. Допа как-то начала рвать. Так и началось. Мы не разложили. Вот это тут. М? Продается. 150. Целая она. Молнии работают. Телешка моя. Да я знаю. Я просто держусь. Вот моя удочка. Дай сюда ее. Какой друг я тебе? Работает ОМОН. Работает ОМОН. А сколько удочков, Влад? 100. Так, а ну-ка дайте мне. Это мое. Это мое все. Сейчас отдам. Вот. Держите. Сколько продал? 150. Вот целый планшет. Кому надо. С чехлом. Так. Цена 300 рублей за планшет с чехлом. Дай-ка мне вот это серенькое. Ищи. Вот еще, наверное. Короче. Дай-ка мне с лафанчиком. Сейчас с этой поговорят. С бабкой. Угу. Филипп, спроси там у человека сумку. Аккуратно вы хотите, еб. Вы куда? Тут продавцы стоят. А можно вот прорваться? Что вам дать? Блестяще. Не подойти тут. Мы тут стоим. Не трогаете ничего. Не трогаете? Это, спрашиваешь, что это? Это? Да. Комбайн. А, да, 100 рублей. Я не знаю, я его не проверял. Я проверял, работает. 50. Они новые. 50 рублей. А там написано, наверное. Там надо смотреть. Можете его достать, прикинуть. Дима. Тебе там деньги за сумку отдавали? Да, да. За которая на колесиках такая. Пока нет. Это привод страйкбольный. Ну, остатки, точнее. А это второй пара? Да где-то есть. Надо искать. Вот, зарядки. Ага. Сколько? Так, ну, за все можно сотку. Они новые. 100 рублей. Тоже 100 рублей. 51. Они новые. Это 50. Новая она. А сейчас со стороны обойдут, конечно. Давай лучше, да. А это пипец. Да. Блин, такой трэш. Это трэш. Да. А. А с него он сейчас обойдет. Это знакомый. За стекло? Ага. 50. Не воруем, оплачиваем, оплачиваем, оплачиваем. Ага, спасибо. Оплачиваем. На. Здорово, Адит. Привет. Не дружуешь. У нас тут, как всегда, все. Что? Это не подойдет. Так, ну, вообще, очень быстро разбирают весь товар. Как всегда, все свалили, потому что в таких условиях просто нереально что-то разложить по полочкам. Ну, кстати, вот у тех, у кого по полочкам все лежат, у них вообще ничего не берут. А у нас зато, посмотрите, сколько людей очень, очень много. Мне кажется, это как-то связано. Когда все лежит, там вообще никто туда не подходит. А зато вот тут свалка, и все как дома себя ощущают. Да не надо мне трогать здесь мои вещи. Иди отсюда. Совсем столь обалдела. Оказали, мы все равно. Обалдела. Санька. Это Александр, да? Александр очень харизматичный человек. Не путай. 350. Адит, скажи, вот 20. 350. Вот это 350. 350. Молодец. Да лучше запутывай цена. Порвал 100 рублей. Да, не надо рвал. Ну все это, в банк пойдешь. Дай глянь. Это не в банк, это можно клеить скотчем. Ну да, обидно. Да не, в банк-то пойдет. Бери в двотельный карман. Да, ты дорвешь сейчас. Да. Как? Да, ебут. Ой, да 20 рублей или 10. 10 давайте, да. Спасибо. Пожалуйста. Так, можно сюда не заходить? Вот обойдите, пожалуйста, вот там. Так, это за 100 я сказал. Все. Спасибо. Это пилочки для ногтей. Можно не только ногти пилить. Их тут где-то целый пакет. Вот. Много их здесь. 50 рублей 2. Я в шоке. Да я тоже. Тут переполох. Рыночный происходит. Товар с Москвой приехал просто. Ну и с помоечки московской. Подожди мне, товарищ. 100 рублей. 100 рублей. Давайте. Какие 100? Там вон еще сколько. А, вторая вот, вторая 200 рублей. Вторая 200 рублей. Да не все 100. Нет, вот так 200. Не все. Пойдем сюда всех. Вот, за все 200. Дима. Что-то штанам плохо, походу. Что-то они постарели. Дим, зачем ты вот это взял? Как это продать? Надо было высушить, погладить. Ты утюг найди сначала. Вот, БМВ можно купить за 20 рублей. И вот так ходить. Да. Сумка 50. Так, помочь вам? Да, да. Смотри. Да. Ну. Ага. Это блины. 250. Вот ему. Да нет, не ты. Привет. Дим, дай полтинник. Нету полтинника. Нету? Нету. А какие есть мелочи? Так дай сдачи кому-то. Да, но я сейчас полтинник даю. Если бы не ты, то это другое бы вам показать. Да, да, да. Что? А, эти? Все? Вот за всю сумку? Нет, сумку уже тебе оплатили. Кроссовки. А, делаю 200. Нет. Давай 100 рублей. Демократично. Это сколько стоит? Это чуть намокло. Нормально. Где? Нормально. 50 рублей. 50 тоже. Нет, дай-ка мне ее нахуй. За 50 рублей я ее сам заберу. Дай-ка мне ее. Да, сам одевай. А, перевод? А мелочи нет? Стирай. Да, вот ему переведите. Это обнал у нас. Человек. Так, ну, ребят, как вы видите, тут, блин, все разлетается, как пирожки на базаре. Ну, потому что мы реально на базаре, вот, и все разлетается, все потому что неплохие находочки с помоечки. Вот, даже штаны мокрые, вот это вот. Как это продавать-то? Надо было сушить, Дима. И гладить. И гладить, отпаривать, и в химчистку надо было сдать перед продажей. Ты вообще, чем думал-то? Ты что стоишь-то, блядь, там сейчас пиздик у тебя. Дима, иди туда, ты что? Да, блядь. Дима. Да, я вместо него. Вот, за эту хуйню ни хуя не заплатил. Кто? А я не знаю, заплатил. Дим, платил тебе? Да, да. За кран, обувь? Да, да, да. За кран платил и колонку. Только вот там как-то обходите. Я не знаю, я не знаю, подписчик. Спасибо. Потому что я не такой. Все, отлично. Тут видите, что происходит, блин. Какой переполох. Сумка нужна? Кидайте в сумку. Я за обувь плачу. Да, брат. А, 100 рублей за штаны? Нет, это костюм. А, там штаны нашли от него? Есть штаны тут? Где-то были. А, вот и забрали. Хорошо, спасибо. Ищите штаны теперь. А я типа, о чем? Если их... 100. Вообще новые. Только второй надо найти. 50. Это рабочая? Не знаю. Не проверяли. Зарядки нет. А сколько? Зарядка еще какая-то есть. За 50 рублей продал. А есть выпить что-нибудь? Есть. У меня все есть. Вот это тема. Вот это сейчас будет... Настроение хоть подымется. А то тут надо срочно успокоиться. А что, водочка? Да. А закусочка? Есть. У меня все есть. Я понял, что водочка, покрышечки. 30 рублей. Хорошо. Ой-ой-ой, белочка. Нет, это не буду. У меня белая горячка, по-моему, будет. От белочка поймаю. Нет, я не буду. Это белочка. Влад, метанол. Это метанол? Может быть метанол. Нет, это паленая за 100 рублей. Нет, это опасная. Я боюсь помереть. Можно слепым до всю жизнь остаться. Ну да, не хочу ослепнуть. Ага. Дим, помельче нет, мелочи нет. Дим, дай 950 сдачу. Как пользуется? А? Как пользуется? 50 можно, да? Сколько? Мелочи, мелочи. Да, да, мелочи. Дайте мелочи. Это ингалятор, он пар выделяет. Сюда куда-то... Вон там двигатель. Куда-то сюда, наверное, вода. Или я не знаю, короче. За 100 рублей берите. Там что-то будет пар выходить. Не знаю, что это. Короче, Дим, я что хочу сказать. Мне надо отойти покурить и мне на рынок идти там снимать. Ну что, давай. Так, ребят, ну я, короче, на рынке. Решил пройтись. Что-нибудь ценное купить за копеечки. А по-моему, может перепродать. Потому что вот здесь очень много электроники продают. И можно что-то купить за копейки и перепродать там на том же Авито или еще где. Вот, допустим, телефоны всякие. Ну это старый какой-то флайл. Тут и антиквариатом можно закупиться тоже. Но я особо не разбираюсь. Вот какой-то севам часы, хрен его знает. Дорогие они или нет. Но я лучше что-то такое посовременнее поищу. Представляете, вот так кошелек купить с бабками, если бы они здесь были. За 50 рублей купить кошелек, в котором тысяч пять бы лежало. Вот это был бы балдеж. О, нифига. Самсунг какой. На 128 гигов. Модель SM-A920FDS. Нифига, так это какой-то современный, блин. А, блин, ну тут экран битый. Честно, почем продают? Ну, в принципе, я бы и такой взял. Это современный, блин, со сканером отпечатка пальца. А почем? Две тысячи. Две тысячи? Блин. А за полторы, нет? Давай. Нормально. За полторы тысячи, ребят. Как думаете, стоит брать, нет? Я думаю, да. Беру. Сейчас беру сосунку вот эту под восстановление. Тут экран поменять и продать. Можно будет за нормальные бабки. Держите. Сейчас, вот. Спасибо. И вам спасибо. Проверяли? Работает? Да. Я даже не проверял. Понял. Ну, короче, его даже не проверяли. Ну, надеюсь, заработает. Попозже попытаюсь зарядить, включить. Может, хотя бы картинка будет. Ну, экран под замену. Ну, балдеж. Неплохая покупка. Посмотрим, что будет дальше. Вот конкретная модель телефона. Памяти 128 гигабайт. Даже наклейка эта сохранилась. Это прям офигенно. В целом, телефон очень красивый. Мне реально нравится. Хотя я фанат айфонов, но Android, вот этот вот именно Samsung. За полторы тысячи рублей. Мне прям нравится его внешний вид. И еще чего сразу не заметил. У телефона задняя крышка отклеивается почему-то. Но сейчас буду его пробовать включать. Я его поставил на зарядку. Он стоял где-то минут 20. Samsung Galaxy A9. Смотрите, Powered by Android. Но то, что экран у него работает, это прям шикарно. Что-то не включается. Пытаюсь еще раз включить. Чисто вибрации и все. Никаких ответов. Очень обидно, ребят. Но на самом деле до этого я его включал. Он работал. В телефоне там очень много разных фотографий. Даже Сбербанк есть приложение. Очень много смс-ок. В общем, очень до хрена всего. Там даже есть фотки паспорта. Я хотел вам все это показать, но он почему-то именно сейчас не хочет включаться. Но он работает. Скорее всего, он работает через раз все из-за битого экрана. Короче, попытаюсь его продать на запчасти. Купил я его за полторы тысячи. Ну, а продам, я думаю, тысячи за три с половиной как минимум. То есть, уже полторы тысячи рублей я на нем точно заработаю. А вообще, задумываюсь, может мне его себе оставить. Экран этот куплю, сам поменяю, буду пользоваться. Будет как второй телефон. И, кстати, я понял, почему задняя крышка отклеивается. Потому что аккумулятор вздулся. То есть, помимо того, что в телефоне нужно менять экран, в нем еще нужно менять аккумулятор. Что как бы затратно. Поэтому я его продам на запчасти тысячи за три с половиной. Точно. Нормально. Барахолочка дарит прибыль. А лот был куплен довольно-таки интересный. Очень нравится. Охренеть, ребят, зацените, что тут продают. Даже эти снаряды. Каски всякие, военные. Приклады. Эти обоймы. Да ну нафиг, гранаты какие-то. Охренеть, тупо граната, ребят. Вот это жесть. Это же взрывоопасно. Охренеть. И тут вот тоже всякие штуки. Капец, рынок огромный. Тут можно много чего взять. Интересного. Ну может сейчас айфон какой-то найдем. Пошли вот туда. Вот там вот тоже можно что-то выхватить. Ништяки какие-то. О! Всякие планшеты, телефоны. Есть современное что-то? Нет, вот это старые, блин. Оперативочку бы DDR4 найти и купить за 100 рублей. Планочку гигов на 16. Опа! Да ну нафиг, чё? А, так это макеты. Это не настоящий Huawei. Я подумал, что это вообще новые телефоны. Но это не настоящие они. Всё только, блин, не продают. Охренеть, у меня был такой. Смотрите. Бам! Кнопочка нажимается и он раскладывается. Топовая Nokia когда-то была. Что-то, блин, ценное бы найти. Ещё какой-нибудь Samsung, айфончик бы купить. Я бы даже не отказался от какой-то обуви брендовой. Там Gucci, Louis Vuitton. За 100 рублей бы купить. Сколько всего, капец. О! Распродажа труселей. Трусики, богатырские. А почём богатырские вот эти? Богатырские бы. Вот эти дедюняди, ребятки. Вот эти богатырские для моего богатыря. А это 48 размер, да, написано? Так, вот две пары мини-богатырских. И вот пару вот такую. Потому что у деда там проблемы. Ему надо вот стопроцентных хлопок, чтобы был. И именно с Узбекистана, чтобы были. Балдёжно. Я дома, ребят, вот снимаю богатырские. И хочу вам показать, что с ними случилось после недели носки. Ну, вот такая вот проблема. Так что не справились они с моим богатырским междубулочным отделом. Где одноразки? Где одноразки? Что вон, целая эта. Я вчера одну такую же нашёл, зелёненькую. Не, ну мы эти одноразки бесплатно, блин, достаем с помоечки. А почём вот это? Это по 20. По 20 рублей? 20 рублей одноразочка. Но мы продаём по 30. Ну, можем и по 20, если кто-то скидочку попросит, ребятки. Так что имейте в виду. Почём колонка? Не помогай. Не продаём. Да я куплю сейчас у тебя за 100 рублей. Не, я не продаём. Ну, тогда я заберу сам. Забрал нафиг у него эту колонку. Пошёл он в жопу. Мужику тут слушает. Верни, козёл. Я сейчас тебе верну, блядь. На, забирай. Уже по 20. А? Купил чё-нибудь? Да. Хотите офигеть? Сейчас будете думать, за сколько взял. Кое-что всё-таки я урвал. Ну, это нормально. Samsung. Ну, как думаете? Не. 500. 200. К сожалению, полторы тысячи. Ну, тоже нормально всё равно. Тоже нормально. Не нормально. Норм. Я принимаю. Норм. Думаю, да, продам. Думаю, я его вообще восстановлю. Но пока мы тут по рынку ходили, что-то ценное высматривали на перепродажу. Товара у нас тут поубавилось. Надо, кстати, посмотреть, сколько мы заработали. Вот пацаны уже мелочь складывают в такую вот штучку. Сейчас уже почти 12 часов дня. А сюда мы приехали часов где-то 9. Так, 10, 11, 12. Так, за 3 часа. Надо сейчас посчитать, сколько мы заработали. Да там я считал 8 тысяч. 8 тысяч? Да. 8 с чем-то. Короче, за 3 часа, ребят, сколько мы тут стоим. 8 косарей уже заработали. Ещё смотрите, сколько товара. Так что, я думаю, там под десяточку у нас будет. Всё, по 20 рублей. Давай до десятки доведём, а остальное оставим товар дешёвку. Ну, до десятки, если ты будешь по 20 продавать, мы тут до вечера стоять будем. Ты чё? На, Дима, у меня перчатки. По полтиннику на дальше продавать. Не беру по полтиннику, мы уже стоим. Так смотри, сколько людей. Так они не готовы даже. Ну, надо подготовить. 20 рублей. Брашку гонять, ёпта. Бутылку у тебя. Блин, вот ты мне скажи, ты ни разу не травился? Травился, да. Жёстко, нет? Ну, неделю, помню, лежал дома с температурой, дристал водой. Там, блин, было дело. Поэтому сейчас у меня вот дочь уже 7 месяцев уже. И я уже не позволяю себе так, как раньше. Рисковать? Да, уже стараюсь не рисковать. А то помереть не хочется. Я не согласен. 9500. 9500? Да. Нифига себе, ну дай-ка. Может, превьюшку, дай я превьюшку засниму. Давай, давай. Вообще кайф. 9500 за 3 часа, грубо говоря. Держи. За 2 недели, а не за 3 часа. Ну, так-то да. За 2 недели где-то мы собирали это всё. Ну, так за 3 часа всё продали почти. И 30 мешков разлетелись. 100 по 20 рублей. Так, ребят, ну мы, короче, 10 тысяч заработали. И уже будем уходить. А весь товар мы оставим вот этому человеку, который помог нам место забронировать. Да, привет. Освободить его. Да. Мы тогда уходим и тебе всё оставим. Делает кэш. Давай. Потом скажешь нам, сколько заработал. Хорошо? Если я не сдохну здесь. Не помри. Вон, утеплись, чтобы не замёрзнуть. Вон, сколько одежды тут у нас с помоечки. Братуха, привет. Привет. Как я рад видеть от души. Мы тоже сняли гараж и стали делать, как ты. Как вы. Ребятки, ну всё. Рыночный день у нас окончен. Мы уходим. Много товара вот оставили человеку, чтобы он продавал. Тоже денежек заработал. Заработали мы, сколько там я говорил, 10 тысяч рублей. Вроде бы заработали. В целом офигенно. Я думаю, вам видосик должен был понравиться. Мы старались это всё подснять. Но очень было сложно это всё снимать. Потому что вы видели сами, как на нас налетели. Особенно с самого утра. Что там, блин, очень много вещей, кстати, поворовали. Я, по-моему, буду по камере всё отслеживать. И вы, кстати, пишите в комментариях, если заметили на видео, что кто-то что-то взял и ушёл, и не заплатил. Вот. Так что, спасибо за просмотр. Прожимайте лайки и подписывайтесь на канал. Следующая серия с барахолочкой будет недельки так через 2-3. Помоечка кормит и дарит прибыль.